Всем привет! В этом году мне пришлось вернуться к теме огуречная арка, потому что в прошлом году, когда я сняла видеоролик о таком своем способе посадки огурцов выращивания, многие заинтересовались, но так как я сняла немного поздновато, она уже была вся заросшая огурцами и люди не смогли понять, как они у меня устроены, почему они вот так вот, ну короче, устройство вот этой огуречной арки. Вот сейчас я начала формировать уже огурцы по этой арке, видите, вот каждый огурец идет по своей железке. Я сейчас очень коротко вам покажу с нему, потому что все рассказано уже в прошлогоднем видеоролике, и я вот эту вот нынешнюю вставку прикреплю к прошлогоднему видео, и вы посмотрев вот эту вставку, где у меня еще голо и ничего еще тут не растет, и вот вы увидите и разберетесь, как устроена вот эта огуречная арка. Вот сейчас пока арка голая, видно, что здесь у меня растут огурцы и там растут огурцы, и они пойдут навстречу друг другу очень-очень-очень высоко, на два с лишним метра. Это позволяет выращивать их без ограничения. У меня, конечно, все сделано очень примитивно. Вы видите, что здесь на скотчах все вот эти дуги, которые я использовала для выращивания тоннелей, я решила дать им вторую жизнь, и вот они у меня здесь вьются. Я просто показала принцип выращивания. Конечно, можно сделать дуги хорошие, нормальные, из цельных нарезать. У меня-то, видите, они стыковые. Можно сделать эту идею, это довести до ума, и не обязательно это будет входная зона, например. Это можно вообще на любом маленьком участке земли устроить. Вот я вам показала, как железки у меня, у меня просто воткнуты в бочку и воткнуты в короб, и все, там идут. А вы можете сделать как угодно, просто это вот такая большая экономия времени, что здесь крошечный пятачок, и там крошечный пятачок, и такое огромное количество потом там огурцов вырастает. К сожалению, у меня немножко пострадали огурцы. Тут попросила сына помочь лестницу покрасить. Тут видите, что творится. Вот помощники. Спрашивают, а у вас есть помощники? Вот такие у меня помощники. Огурцы все закрасили. И когда я мужу два раза сказала, не наступай на крашеную лестницу, не наступай на крашеную лестницу, а самого главного члена семьи забыла предупредить. Вот все теперь у меня здесь в кошачьих отпечатках, все лестницы, она прям по вновь к крашенной земле прогулялась. Все, до свидания. Смотрите прошлогоднее видео. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я давно обещала показать, как я использую огурцы для украшения участка. Сейчас расскажу, с чего это началось, почему я их везде, где надо и где не надо высаживаю в качестве декоративных растений. Вот многие знают, что участок у меня небольшой, можно сказать даже очень маленький, 6-7 соток. Ну вообще 7 официально на плане, но там же еще дом стоит, гараж. Короче, я считаю, что он 6. И вот так огурцы высаживать в роспуск, в грунтовом варианте, чтобы они стелились по земле, у меня нет возможностей. Ну можно 2-3 лунки, но для них же надо много места. А у меня места, как всегда, мало. Хочется и морковки немного, и свеклы, и лука. Тут еще томатами занимаюсь. И вот когда я только что купила этот участок с домом 30 лет назад, у них была беседка в огороде. Беседка была обвита вьюном. Есть такой вьюн, народное название, бешеный огурец с шишками. Знаете, наверное, он пахнет ароматно, так хорошо белые цветочки мелкие. Эти шишки потом выстреливают, он очень хорошо вьется. И он, вот внешне он похож на огурец, только вместо огурцов шишки. Я была молодая, глупая. На следующий год я так же, как они, обсадила этими огурцами бешеными. И он у меня как начал стрелять. И потом он, короче, на следующий год всходит по всему огороду, семена выстреливают очень далеко. Я думаю, чем бы его заменить. А потом подумала, какая разница, бешеный огурец или простой огурец. Повешу простой огурец на эти вот, ну там такие были крепления. Цветочки красивые, желтые листья. Главное, нам надо было тень там создать в беседке. Листья такие же, зеленые, огромные. И вот первый год, когда я обвела эту беседку огурцами, я получила самый большой урожай, сколько можно было. Ведрами, ведрами, там трехлитровыми банками. Еще раньше был советский период. Мы засаливали, потому что экономили крышки для закаток. Был дефицит. И с тех пор я поняла, что огурец это прекрасное такое дизайнерское решение. Оформить можно хоть что. Начала садить их везде и в бочки, и в мешки. Везде, где мне нужно, например, даже вокруг душа старого. Душ не рабочий стоит. Не пользуемся, потому что душ теперь есть в доме. А конструкция, эта металлоконструкция стоит, жалко. Я вот начала туда нынче Казанова. Хочу там также на веревочке подвешить. Огурцы раньше подвешивала. И в этом году я придумала сделать такую арку, чтобы украсить входную зону нашу, дверь. Вот эта дверь у нас, конечно, не главная. Я стою в придомовой теплице. Это черный ход, то есть ход в дом с огорода через придомовую теплицу. А так как здесь у меня всегда рядом, вот тут вот стоит бочка, в которую я зимой весь вот этот, чтобы до компостной кучи туда не брести, в эту бочку складываю все гниющие отходы. То есть это всякие очистки от картошки, лук, все. Пол бочки набивается. Весной присыпаю все это землей, перегноя два ведра, и туда пять огурцов. Но в том году они у меня были на веревочках. Вот если посмотреть, там даже видно еще эти веревочки. И это было очень-очень проблематично. Вот там к этому чердаку крепились веревочки. Не знаю, видно, нет. Наверное, не видно уже. А в этом году я подумала, почему бы не использовать дуги, которые я использую весной для тоннелей. Я же такой человек, я стараюсь, ну как, немножко попрактичнее, чтобы все было. Я, если вот эти тряпки купила, агро-волокно, сейчас я укрываю ими от жары теплицу. Весной укрывала от мороза тоннели. Лотки потом. Лотки тоже дорогое удовольствие. У меня их много. Весной я в них рассаду высаживаю. Осенью собираю урожай. Укладываю на зимнее хранение в эти же лотки. И вот эти дуги металлические. Это очень дорогое удовольствие. Это пруток железный. Покупали как металлопрокат, потом нарезали по 3-3,5 метра. Эти дуги для тоннелей. Весной мы их используем всего 3-4 недели. Вот они 3 недели постояли. Мы их потом вытаскиваем. И я их за гараж ставлю. И они ржавеют, стоят целый год. Но это ж не нормально. Я долго думала, ну что с ними можно применить. Потом я придумала сделать вот такую арку. Конечно, это все очень просто. Все сделано примитивно. Но тут никто не видит, кроме меня. Это я делаю только для себя, для своего эстетического удовольствия. И для экономии места. Конечно, если я скажу, что я все это делаю только для красоты, это будет не совсем правда. Потому что с каждой красоты нужно какую-то выгоду иметь. Вот это вот двойная выгода. И красота глазу приятно. И экономия места. Вот смотрите, сколько воздушного пространства, которое пустое бы у меня стояло, занимают огурцы. И еще это очень экономно. В смысле, что не надо ходить в огород. Вышел вот, открыл дверь, ручку протянул, сорвал огурец. Сейчас я вам поближе подойду, покажу, как они там у меня. Но ничего сложного нет. Эти растут у меня в коробе, в котором будет потом земля. Для рассады осенью я туда набью. А эти уже говорила в этой бочке с компостом, сверху земля. Единственное, что нужно за ними следить, я не успеваю следить, их же нужно очень часто отбирать. И вот мы два дня нас не было, внук нас кружил. Я сейчас заглянула, очень много взрослых огурцов. Ну, такие уже перестарки. Но тут столько много молодежи, если вовремя собирать каждый день. Ну, кстати, вот видите блеск на листиках? Это сыворотка. Это вот пленочка, я опрыскивала сывороткой. Она держится почти неделю. Защищает листики от болезней, от вредителей. И вот сегодня, когда я пошла смотреть, конечно, два дня это большой перерыв. Огурцы огромные, видите? Висят такие уже. Ой, сейчас, не умею еще с камерой. Это приближение новой функции для меня. Видите, какие огромные? Вот я начала оббирать сегодня и прям ужаснулась. Много старичков. Ну, куда деваться? Буду собирать их. Вообще, если честно, вот из-за этой арки у меня получилось очень много. Собираю почти по ведру. И вот этих стариков сегодня собрала. Ну, куда деваться? Будем и стариков, значит. В общем-то, не знаю, солить еще рано неохота. Съедать мы уже не успеваем. Огурцы девать некуда. Тут еще вот ранний урожай, вот эти зазули тоже переросли. Кто очень много употребляет огурцов, кто любит салаты, вот рекомендую. Такая огуречная арка. Ее же можно сделать не только, как у меня в придомовой теплице. Пожалуйста, у какого-то, даже у главного входа, вот около козырька, там у входа в летнюю кухню, у входа в какие-то, что там в огороде еще может быть, баня или беседку сделать. Самый идеальный вариант, это обвить вместо вьюна декоративно беседку. Вы не будете знать, куда девать огурцы. И поверьте, когда за ними меньше ухаживаешь, когда они вот так растут сами собой, они почему-то более неприхотливые. Вот насколько я знаю, я беседку просто садила, больше вообще ничего не делала. Огурцы собирала ведрами. Все. Видео, конечно, оно не очень полезное, кому-то оно вообще бесполезное, но это на любителя. Кто любит вот так фантазировать, что-то там в огороде у себя делать, как-то, ну, что-то придумывать новенькое. Пожалуйста, вот огуречная арка. И красиво, и полезно. Все. Пошла огурцы оббирать дальше стариков.